Всем привет, с вами я, Стаббендер, и в последнем обновлении нам добавили в категорию варбакса на время пистолет Вальтер. И я думаю, пришло время рассмотреть, что же это за пистолет такой, и сделать какой-то окончательный о нём вывод, что же он из себя представляет, и насколько он хорош играть. Я буду с глушителем, поставил себе боевой шлем, ремонт, конечно, будет кошмарный, точнее, что-то с прицелом мне не очень нравится, как он стреляет в прицеле, зато вот от бедра его точность очень даже радует. Ай-яй, ну, стыбзили у меня фраг, но ничего, 90 поддержки тоже неплохо, посмотрим, что с ним можно показать. Хорошенький был хэдшот сейчас, и попробуем замутить какую-нибудь жирную серию. Если говорить про пистолет, то по своим характеристикам он похож на такой пистолет, как Фейв Севен Играч. У них урон тоже под сотку, 20 патронов и тоже нет прицела. О, хороший был хэдшот, такой сочненький, мне понравилось. И снайпер, уже серия разгоняется до 5 фрагов, но попробуем сделать какую-нибудь очень жирную серию. Я надеюсь, штурмовики, если что, мне подходят патронов. О, чувак бежит мне патронов дать, ну что, отлично. Комната у нас, я тут не помню уже, с автобалансом или нет. О, а вот и седьмой в мою серию фрагов. Восьмой, хорошая головка. Так вот, если сравнивать данный пистолет с Фейв Севеном, то, на мой взгляд, данный пистолет лучше. По одной простой причине. У Фейв Севена, что мне не очень нравится, так это, пожалуй, он всем хорош, Но, как он стреляет, скажем так, динамика его стрельбы, и что еще самое такое печальное в нем, так это его перезарядка. Она мало того, что очень долгая, так еще и, скажем так, выглядит просто отвратительно. И, эстетически, мне он не нравится. Если же говорить про тот же самый Грач, да, у него побольше урона, И Грач больше можно сравнить с этим пистолетом. Он больше подходит, даже по тем же самым патронам. И, если говорить о том, что я тут уже вижу, что показывает данный пистолет, То он очень даже хорош. Просто, уже серия в 11 фрагов, это при том, что, скажем так, я еще не разыгранный. И, пожалуй, у данного пистолета минусов, как таковых, нету. Конечно, вы можете сказать, да, 15 патронов, но 15 патронов тоже очень даже неплохо. Я считаю, что если бы было бы 20 патронов, то данный пистолет уже был бы имбой. Ну, а зачем нам такая уж слишком сильная имба? А так он сбалансирован и очень даже хорош. Ну, то, что он сейчас показывает, это очень даже неплохо. Конечно, если так говорить, то важен не только пистолет, а руки еще, которые этот пистолет используют. Но, с другой стороны, оружие тоже играет очень важную роль. Так, чувак мне дал патронов, отлично, хорошая головка. Тут еще один взрыватель голов. Как вы видите, от бедра он очень точен. Прицел никуда не кидает. Пульки летят туда, куда нацелены. У этого пистолета точность от бедра очень высокая, причем даже повыше, чем у Сигсауэра. И я думаю, этот пистолет может навязать свою борьбу ему. А тем временем я уже тут разгоняю серию до 19 фрагов. О, а вот и 20-й. Получилась довольно жирная серия. Давайте попробуем ее продолжить. Так, ну-ка. Ребят, вы где? Я вас жду. И я думаю, в конце данного видео подвести какой-то итог. Ой-ой. Теперь мне прострелили хэд. Написали действительно очень хороший. Так. Перезарядочка довольно быстрая. Если говорить из модулей, то лучше ставить, скажем так, глушитель. Который еще увеличивает точность. Ну, а для того, чтобы не косить... И у меня тут просто слишком много пуль улетает в молоко. Ух ты ж, отличная была головка. А если с него не косить, то получится очень даже... Хорошая пушка. Просто у меня много пуль, то что я так быстренько жимкую и уходят в молоко. Отличная двоица. Я уж думал, закоцтую, но никого не заберу. Отлично. Меня, конечно, спас чувак. А то убили бы меня. Иду я сейчас с очень неплохим счетом. Так, отлично. Уже пятый. Так. Ох, отличная головка. И на этот раз головку прописали мне. С этим пистолетом сейчас многие будут бегать и будут его тестить. И если появится возможность купить данный пистолет навсегда, то я рекомендую не раздумывать и тем, у кого есть лишние варбаксы, приобрести его. Даже если он будет стоить 20 тысяч варбаксов. С одной стороны, для того, чтобы получить хороший пистолет, это не деньги. Причем не просто хороший пистолет, а пистолет на уровне сиксауэра. Правда, у нас тут нету людей с сиксауэрами, но все-таки о сиксауэрах и этом пистолете мы поговорим отдельно. Так, вижу, вижу, кто-то тут засел. Хорошо зашло в голову. Ну, сами видите, данный пистолет, это при том, что это мой первый с ним бой. Как странно, не звучит. И вообще, он показывает себя хорошо. Мне он уже, скажем так, понравился. И я считаю, что данный пистолет имбов. Да, с ним можно погонять. Но, не стоит забывать, что в руках оружие с категории саварбаксы, а не сиксауэр. Про который упорно ходили слухи, что его пофиксили. Правда, что-то люди с тягами как гнули, так и гнули. Если вы видели сейчас красную полосочку у меня на экране, там просто чувак убил сам себя с водяного пистолета. Да, есть такая тема. Так, ой-ой-ой. Дали мне 90 поддержки. Так. Подлечу я себе брони. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Начинаю я уже сдавать позиции. Просто если так говорить... О, отлично, уже серия десятка, блин. И её прервали. То держать такую концентрацию, чтобы играть без смертей и действовать очень быстро, на долгий промежуток времени, это очень тяжело. Можно, конечно, но после этого придётся делать перерыв. И, скажем так, отдыхать час или два вообще просто-напросто придётся отключить комп. Ну и меня убили с тягла, сами видите. Но... То, что... Заново пистолета... Я тут показываю, это, скажем так... Нисколько скилл... Сколько пистолет хорош. Пистолет действительно очень хорош. Сомнений в этом никаких нету. У него приемлемый темп стрельбы. Точность от бедра вообще шикарнейшая. Есть ваншот в голову. Просто сейчас, скажем так, если говорить... Только у двух пистолетов нету ваншота в голову. Это у стандартного браунингова и у USP, у которого 75 дамага. Ой-ой-ой. Убил меня этот чувак. С водного пистолета мне, в общем-то, подмочили репутацию. Ну что ж, наверное, можно сказать чувакам мою фирменную фразу. Так... Ну что, мы победили. И я думаю, настало время подвести, скажем так, некоторые итоги по данному пистолету. Если говорить про то, сможет ли он составить конкуренцию Сексауэру, сможет. Просто я отыграл с ним еще несколько каток против чуваков, у которых были Сексауэры. И данный пистолет себя показал очень великолепно, но, к сожалению, я в тот момент не записывал. И поэтому это я вам показать не смогу. Но пистолет, без сомнения, хорош. Так что я рекомендую с ним поиграть каждому и определиться, стоит ли его вам покупать или нет. Правда, данный пистолет, если закупаться, то будет он, скажем так, стоить довольно недешево. Пистолет имбовый. Очень хорошо, что нам добавили такой пистолет в категорию варбаксы на время. И теперь будет, что противопоставить Сексауэру, от которого у многих людей подбамбливает. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. С вами был я, Остап Бендер. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Не ленитесь вступить в группу ВКонтакте. Да-да, она у меня есть. В общем, всем спасибо. Всем пока.